Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и сегодня Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 7, стихи с 18 по 25. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину мелхиседека. С лучшего завета поручителям соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как бы пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к евреям. Сегодня мы читаем вторую часть седьмой главы, вернее, второй отрывок седьмой главы, который повествует о первосвященстве Иисуса Христа. И в чем же его первосвященство лучше, чем то, которое было в Ветхом Завете, в Ветхозаветной Церкви. Чем же, по сути, первосвященство Иисуса Христа отличается, вообще новозаветное наше бытие отличается от Ветхозаветного? Так ли все кардинально поменялось? И вот сегодняшний отрывок очень четко и ясно отвечает на этот вопрос. Итак, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Итак, мы видим, что само Священное Писание говорит о неком отменении прежде бывшей заповеди. Значит, действительно, мы можем уже не соблюдать закон Моисеев в какой-то его части. Мы знаем, есть десять заповедей Моисея, и мы их должны чтить и понимать в новозаветном дискурсе. Это наша первая ступень, так скажем, к возрастанию в жизнь Нового Завета, в церковную жизнь. Без этой фундаментальной основы десяти заповедей нам никак не продолжить свое существование в церкви. Потому что это тот минимум-миниморум, который должен соблюдать каждый человек, называющий себя христианином. Но закон Моисеев не далеко не исчерпывается этими десятью заповедями. Более того, скажу, что закон Моисеев в шидесят раз больше, чем десять заповедей. Даже больше, чем в шидесят раз. Соответственно, о чем идет речь? И речь идет о обрядовой стороне закона, о соблюдении ветхозаветных праздников в положенное им тогда время. То есть какие-то праздники мы сейчас уже не празднуем. Еврейские, тем более иудейские. Ветхозаветные праздники мы не празднуем, тем более иудейские. Такие как Ханука, Йом-Кипур и так далее. Какие-то смысловые парадигмы, какие-то смысловые акценты праздников мы перенесли. От них мы никуда не могли деться. Например, праздник Пейсах еврейский, Пасха, воскресение Христова. Но оно приобрело совершенно иной смысл в христианстве. Если там оно было прикровенно, символически, то у нас уже здесь реально в христианстве. Соответственно, о чем идет речь? Прежде бывшие заповеди отменяются, потому что они были несовершенны и в новой парадигме бесполезны. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Действительно, закон, и он и не призван был доводить до совершенства. Функция закона, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, это детовождение ко Христу. Функция закона – обнаружить грех. Это все равно, что противовоздушная оборона. Есть активная ее фаза, есть пассивная. Активная – это прямо уничтожение воздушной угрозы. Летит на нас какая-то ракета. Но прежде чем уничтожить эту ракету, мы должны ее обнаружить, что она вообще присутствует. Для этого существуют локаторы различные, локаторы ПВО, системы ПВО, противовоздушной обороны. Соответственно, эти локаторы замечают ракету и уже подают сигнал, что нужно ее уничтожить. Но сами локаторы уничтожить ее не могут. Но это не значит, что они бесполезны. Они выполнили свою функцию. Вступает новая часть, скажем так, спасения. То же самое здесь мы видим, что заповеди ветхозаветные – это такие локаторы, которые позволяют нам обнаружить грех. Мы его видим, но уничтожить его не можем, потому что у нас есть только локаторы. Поэтому ветхозаветный закон, он обнаруживал грех. И более того, апостол Павел говорит такую вещь, что с помощью заповедей грех вообще появился. Это не значит, что его не было до этого. Это значит, что мы не подозревали о нем. У нас не было локаторов. Ракета летела, но мы знать о ней не знали. Это не значит, что угроза не существовала. Это значит, что мы пребывали в праздности и беспечности. Появились локаторы, и тогда мы увидели эту угрозу. Но ничего сделать с ней не можем. Поэтому апостол Павел говорит, что мы находимся под проклятием закона. Казалось бы, спасают нас, как бы обнаруживают эту проблему, но уничтожить ее закон не может. Он не дает благодатных сил нам очиститься. Были, скажем так, жертвы ветхозаветные, которые не омывали грех, они его покрывали. Некое такое утешение для человека, призванное стать символом будущего исцеления от греха. Так же и здесь. Мы находимся под проклятием этой ракеты. Мы понимаем, что она неумолима, над нами нависла, и никуда от нам от нее не деться. А все потому, что есть локаторы, они обнаружили ее. И вот мы постоянно в этом замкнутом круге. Да, мы знаем, что мы должны эти локаторы обслуживать, чтобы они работали, всегда были на страже. Но они нас не спасают. Но они нам необходимы. Поэтому и говорит апостол Павел, по причине не мощи, они и бесполезности. То есть для уничтожения ракеты они бесполезны. Но они были важны на определенном этапе. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Действительно, закон, вот эти локаторы, они не могут довести нас до окончательного освобождения от греха, от этой угрозы. Но вводится лучшая надежда. Появляется у нас возможность уничтожить эту опасность, посредством которой мы приближаемся к Богу. То есть освобождаемся от этой угрозы, от этой ракеты. Да, вы спросите за такой символ. Соответственно, и как сие было не без клятвы, то есть Бог сам клянется нам в том, что Иисус есть истинный первосвященник. Ибо те были священники без клятвы. Действительно, ветхозаветные духовенства, священники, о них ничего Бог не говорит. А сей с клятвою, потому что о нем сказано в Псалме 109-4 стихе, клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину мелхиседека. То есть это чрезвычайное утверждение, что Господь Иисус Христос есть священник истинный и вечный. Не то временное священство, призванное быть нашим детоводителем и утешителем в этой борьбе, вечной борьбе с грехом, которую человек не мог преодолеть. Нужен был Бог, чтобы преодолеть этот грех. Господь говорит о том, что есть. Он клянется в том, что есть такой. И это Иисус Христос и Ирей вовек по чину мелхиседека. И более того, Иисус становится поручителем. А кто сказал, что этот священник по чину мелхиседек спасет нас. Сам Иисус, сам этот священник является поручителем нашим в этом деле спасения. Он утверждает, что ставит на кон все, всего себя, на то, что он будет спасением нашим. Поэтому мы должны веровать в Иисуса Христа. Это единственная наша надежда в деле спасения. Без Него мы спастись не можем. Поэтому всю надежду мы и упование мы возлагаем именно на Него, на нашего единственного Спасителя, который является поручителем, посредником нашего спасения. Через Него мы приходим к внутритроическому общению и присутствию Божию в нашей жизни. Итак, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова